Привет, девочки и мальчики! Сразу предупреждаю, видео будет коротким, но очень информативным. Это Ольга Швец. Приветствую вас на моем канале. Если вы еще не подписались, подпишитесь, найдите красную кнопочку. А также найдите меня в социальных сетях. Пройдя на первую страницу канала, для этого нужно кликнуть на мое имя. Что же такое перхоть? Перхоть это самый страшный, самый жуткий вообще развод косметический, который можно только придумать. На самом деле, девочки, перхоти никакой не существует. Вот так. То есть то, что вам продают средства перхоти, это не более чем просто рекламный ход, развод и нет никаких грибков кожи головы. Нет, конечно, может быть, грибки какие-то, разумеется, существуют, но сухость кожи головы обусловлена очень интересными факторами. Ответьте себе на вопрос, сколько раз в течение года вы делаете скраб для лица? Сколько раз вы скрабируете лицо? Вы, разумеется, затруднитесь ответить на этот вопрос, потому что вы это делаете очень часто. А теперь ответьте на вопрос, сколько раз в год вы скрабируете кожу головы? Вот именно. Большинство не делает это никогда. Ваша перхоть – это не что иное, как просто сухая, чувствительная кожа вашей головы. Я разговаривала с Дашей. Дашенька, привет тебе еще раз, дорогая. Это победитель конкурса Vella Trend Vision 2013 года. И когда я интересовалась, можно ли делать то, что я придумала сама, и не вредно ли это для волос и кожи головы, Даша мне сказала, что все, что ты делаешь для кожи головы, это может быть только полезно. То есть даже если ты просто прикоснулась к ней руками, это уже очень полезно. Потому что даже если ты просто причесалась или просто немного помассировала эту кожу, голова уже будет счастлива. Кожа головы будет просто безумно рада. Потому что мы не делаем этого никогда. Люди практически не прикасаются к коже головы. Соответственно, кровообращение там чуть-чуть похуже, чем, допустим, на лице. И сейчас элементарнейший, простой рецепт, который может сделать каждая девочка, каждый мальчик. Это очень важный, простой рецепт, очень дешево. Это лайфхак, это эффективно, это действенно. Итак, продолжайте смотреть. Делаем маску из сахара. Что нам потребуется? Первое. Оливковое масло, либо любое другое растительное масло, которое есть у вас дома. Не думайте о том, что это продукт нефтеперегонки, это яд и все такое. Нет, масло работает на поверхности кожи, запомните это, пожалуйста. Итак, мы берем на глаз. Смотря у кого какая голова. Кому-то побольше, кому-то поменьше. Наливаем в мисочку растительное масло, либо оливковое, либо подсолнечное, вообще рыжиковое, любое, вообще какое есть, вообще любое. И добавляем туда на глаз чайную ложечку, можно столовую ложечку, смотря у кого какие волосы, какая густота и так далее. В данном случае я взяла две чайные ложки с сахаром. То есть ложечка маленькая, поэтому две. Потом мы берем обычную кисточку, которой мы пользуемся для того, чтобы прокрасить корни или там волосы. Если у вас нет, нанесите элементарно, просто руками. И накройте шапочкой. Если шапочки нет, подойдет обычный пакет и замотайте сверху полотенцем. Походить нужно 10-15-20 минут. Вы сами почувствуете, когда смывать. Процедуру рекомендуется делать тогда, когда вы собираетесь идти в душ, принять ванну, помыть голову. То есть за какое-то время, буквально за 20-30 минут вам нужно смешать эту смесь, нанести ее на корни. Походили, потом уже, когда вы заберетесь в ванну, либо под душ, массирующими движениями распределите с проборов ваш скраб, который вы сделали. Это очень дешево и очень эффективно, подчеркивающий раз. Если вы будете делать это систематически, систематически скрабировать и питать кожу вашей головы, вы забудете, что такое перхоть. Если вдруг по какой-то причине у вас дома нет оливкового масла и сахара, мало ли что. Сходите в аптеку, там есть копеечный препарат, который называется Сульсен. Но все-таки я больше рекомендую вам такой простой, народный, мой личный рецепт из головы, который я придумала. Действенно, эффективно, вообще не надо ничего платить производителям, но вы избавляетесь от проблемы. Гарантированно. У меня не было такой проблемы. Никогда. Я не знаю почему, может быть, потому что я помешана на всевозможных бальзамах, масках и так далее, которые, кстати, мальчики почти не делают. Вот девочки тоже, если как бы от природы все хорошо, как-то они вообще не думают об этом. Но я вам очень рекомендую попробовать. Ничего страшного, ничего вредного. Только все полезно для вашей головы и ваших волос. Спасибо за то, что были со мной. Всего хорошего. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.